Обвиняемая мошенничество экс-замглавой мемпросвещения Марина Ракова нашлась. Она сама явилась в полиции, была задержана, но вину в хищении 50 миллионов рублей не признает. Арестованный гражданский муж Раковой Стеценко его обвинили в фиктивном трудоустройстве и получении 9 миллионов рублей под видом зарплаты. Суд арестовал супруга экс-замминистра просвещения Марина Раковой Артура Стеценко. По делу о мошенничестве он опрозревается в незаконном получении 9 миллионов рублей под видом зарплаты. Уголовное дело против семейной пары было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Наказание по данным обвинения предусматривает до 10 лет заключения. Сама Марина Ракова нашлась, она задержана, с ней проводятся следственные действия. По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, Марина Ракова сама явилась в Главное следственное управление МВД по Москве. Марине Раковой, экс-замглавы Минпросвещения, которая в последние годы работала вице-президентом Сбербанка, было заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Речь о событиях, имевших место в то время, когда Ракова была чиновницей. В частности, уголовное дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы образования. По версии следствия, Ракова пролоббировала заключение госконтрактов с фондом новых форм образования. Но, как выяснилось, по двум контрактам работы так и не были выполнены, рассказал источник Интерфакса. По его словам, ущерб, причиненный государству, составил 50 миллионов рублей. В ближайшее время следствие проверит ряд контрактов еще на 150 миллионов, которые также курировала Ракова. По данным источника агентства, дело в отношении Раковой было возбуждено 9 августа. Но только 29 сентября СМИ сообщили, что она стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. И в этот же день были обнародованы видео, проведенных у нее дома и в офисе, обысков. На следующий день Ракова должна была приехать в следственный департамент МВД на очередной допрос, после завершения которого, как писал коммерсант, следствие и собиралось решить, какую меру пресечения оно будет требовать. Однако Ракова на допрос не явилась. Сначала следователи предполагали, что у нее была уважительная причина, однако вскоре выяснилось, что Марина Ракова просто исчезла, выключив мобильный телефон. Дома у экс-чиновницы оперативники обнаружили следы экстренных сборов, после чего Ракову объявили в розыск. Источники ряда СМИ заявляют о том, что Ракова в вино не признает, как коррелируют друг с другом то, что Ракова, с одной стороны, по данным источникам информагентства, пришла в полицию сама, но с другой то, что сделала уже это после того, как оказалась в розыске, как это может отразиться, например, на избрании меры пресечения для экс-чиновницы, рассуждает адвокат и управляющий партнер компании «Реконсалтинг» Роман Воронин. — Человек, который находится в розыске, если он задерживается, то это, конечно, основание для того, чтобы избрать ему меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он скрывался от следствия суда. Но вместе с тем, у человека всегда есть лазейка, которую можно попытаться воспользоваться. Этот человек должен был знать о том, что он розыскивается. И это как бы нужно доказать, то, что он об этом знал. То есть если она скажет, что, допустим, после проведения обыска ей стало плохо, она попала в больницу и лежала без сознания два дня, и вот пришла в сознание и решила прийти, сможет это доказать, то как бы будет доказан факт того, что она не знала о розыске. То есть человек считается скрывшимся от следствия только в том случае, если он сделал это умышленно, если он знал, что следствие вы ищут. А ситуации бывают разные. — Уточню все-таки, да, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, она сама пришла в главное следственное управление МВД по Москве. — Даже если она сама пришла, она должна была рассказать, где она была эти дни, почему она их не приходила. — Да, это в определенной мере смягчает нарушение обязанности каждого гражданина являться по вызову следователя, потому что это обязанность каждого гражданина, а не право. Но нужно тоже обосновать, где она была эти несколько дней и чем она занималась. — Была информация, что она, по всей видимости, спешно куда-то собиралась. — Да, это, конечно, играет против нее. Но опять же, все зависит от того, какую версию она изложит, куда она собиралась, почему она собиралась и как она эту версию сможет подтвердить. Но не исключен и другой вариант, при котором она, скажем так, не сможет доказать то, что она не знала, а ей все равно изберут не стражу. Тут как бы все идет на усмотрение сначала следователя, а потом суда. Потому что если следователь направит в суд ходатайство о домашнем аресте или о залоге, то суд не может человека арестовать и взять под стражу. Роман Воронин, Реконсалтинг. 30 сентября суд Москвы арестовал по тому же делу бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Коричкову, причастных к совершению преступления. Позднее за них публично заступился гражданский муж Ракуэй, который тоже работал в фонде новых форм развития образования. Артур Стеценко написал открытое письмо, в котором он рассказал о том, что его тоже вызывали в Главное следственное управление для ознакомления с материалами дела о хищении. В этом же письме Стеценко назвал само дело против Раковой и остальных фигурантов политически мотивированным. Отдельность Стеценко подчеркивал, что не знает, где находится Ракова, отрицал, что у него есть украинское гражданство и что именно он помог набежать жене на Украину.